Доброе утро! Всем привет, с вами Russian with Dasha. Мы приехали на дачу на неделю, у моего мужа отпуск, у меня работа, но здесь хороший интернет, поэтому я смогу нормально проводить уроки. Так как вы очень любите видео про дачу, и я спросила вас, хотите ли вы увидеть дачу осенью, вы сказали да, поэтому я решила снять ещё одно видео. Надеюсь, что вы не устали от нашей дачи. Если вы не смотрели предыдущие видео, по-моему, у меня их целых три, посмотрите, сейчас появятся ссылки в углу экрана. Сегодня 14 сентября, листва с деревьев уже начала опадать, некоторые деревья стоят жёлтые, красные, то есть с жёлтой и красной листвой. Мы собрали урожай, точнее не мы, я его не собирала, собирали родители моего мужа и мой муж, и урожай получился очень хорошим, так как это лето было солнечное. У нас было много мёда, много яблок. Ну и, как всегда, разные овощи, которые мы будем готовить осенью и в течение зимы. Также в этом году было очень много грибов. Наша семья несколько раз ездила за грибами в лес, набрали полные корзины грибов и потом из этих грибов варили суп. Сейчас немного прохладная погода, я думаю, что примерно 16 градусов. Вчера я получила сообщение на телефон от Министерства чрезвычайных ситуаций МЧС. В этом сообщении было написано, что сегодня будет штормовой ветер до 20 метров в секунду. Поэтому на улице сейчас очень шумно и ветрено. Шелли очень нравится на даче, она привыкла к даче намного быстрее, чем Сёма. Да, моя ласточка? И посмотрите, сколько в этом году яблок. Это ещё не все, это самые хорошие, которые мы будем есть. И часть яблок пойдёт в сидр. Кто уже смотрел мои видео, знают, что в этой комнате можно сделать очень тёплую и уютную обстановку, потому что здесь есть русская печь. Это большая печь, на которой также можно готовить. Вот. И здесь внизу получается место, куда мы кладём дрова, чтобы затопить печь. То есть дрова кладутся сюда, поджигаются, и через некоторое время вся вот эта печь становится тёплой и отапливает всю комнату. Но, к сожалению, не все комнаты в доме отапливаются, так как такая была архитектура дома. После того, как построили главную часть, сделали пристройку, в которой находится кухня и туалет, и душевая кабина, и та часть остаётся холодной. Именно поэтому мы не живём на даче круглый год, так как трубы, по которым течёт вода, замерзают при минусовой температуре. Когда началась пандемия и объявили локдаун в России в апреле 2020 года, мы приехали на дачу, и, несмотря на то, что здесь было ещё немного холодно, мы жили несколько месяцев, и в апреле даже иногда был снег, поэтому, когда мы просыпались, вода в трубах была замёрзшая, и нельзя было даже помыть руки тёплой водой. Приходилось ждать, поэтому иногда ночью мы ставили в ванную, то есть там, где самая холодная территория, туда иногда мы ставили обогреватель, чтобы трубы не сильно замерзали по ночам. Вообще, это не типичная дача, больше можно даже сказать фазенда, так как здесь достаточно большая территория и большой дом, и много старых вещей, например, вот это называется пудриёс. Смотрите, мы всё гадали-гадали, для чего это. Я думаю, что, скорее всего, такую штуку использовали для того, чтобы садиться и как-то прихорашиваться, то есть наносить какой-то макияж. Или, возможно, здесь вот так, возможно, ставили руку, или здесь занимались шитьём, не знаю. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, для чего использовалась эта штука. И да, я не знаю, сколько ей лет, по-моему, её вообще нашли где-то просто выброшенной во дворе, просто привезли сюда. Как вы знаете, дача для русских людей — это место, в котором хранятся разные старые вещи, старые книги, поэтому всегда весело приезжать сюда. Можно включить проигрыватель, достать старые советские пластинки и провести уютный вечер. Смотрите, какая красота! Деревья уже начали менять цвет. Это наша баня, и сегодня мы пойдём в баню. Это клён, а это называется девичий виноград. Он очень красиво обвивает наш бункер, то есть место, где хранятся разные вещи. И вот там тоже, посмотрите, беседка похожа на дом хоббита. На этой грядке была картошка, её уже выкопали. Здесь, по-моему, тоже была картошка. Здесь огурцы. Это теплица. Здесь растут помидоры. По-моему, также перцы. И разные отравы типа базилика. Это такая бочка. Из неё берут воду, чтобы поливать близлежащие растения, которые нельзя, не рекомендуется поливать из шланга. И посмотрите, какая шикарная яблоня. Посмотрите, какая ещё есть яблоня. Очень интересный цвет. Фиолетово-бордовый. Красота! Как это собирает, непонятно. Здесь дикая слива. У неё маленькие плоды. Посмотрите, уже яблоки частично попадали, потому что их собирали-собирали, да не все собрали. Вот маленькая слива. Из неё делают варенье. Можно даже попробовать сделать пирог. Кедр. К сожалению, в этом году он чем-то заболел. И вот его обрезали, но не совсем правильно. Поэтому вот он выглядит немного печально. А это черноплодная рябина. Она понижает давление, кстати. Она понижает давление, поэтому если у вас низкое давление, лучше не злоупотреблять. И на вкус она, по-моему, такая кислая, горькая, да? Сладенькая. Сладенькая? Сейчас попробуем. О! Не сладенькая она. Но она сладко-кислая. Но всё равно кислого здесь больше. У меня высокое давление, как раз. Очень красиво. Сильно не наедайся, а то ляжешь спать потом. И сейчас мы идём к пасечному домику. Это домик, в котором сушится бельё после стирки с этой стороны. А здесь внутри делаем откачку мёда. В этом году я не участвовала в откачке мёда, но в прошлом году я снимала, как откачивали мёд. И у меня есть очень интересное видео про жизнь пчёл. Ссылка появится в углу. Заходите, смотрите. И вот это пчелиные ульи. Обычно летом бывает где-то семь семей пчёл. Здесь у нас шесть ульев. Здесь растут розы. В этом пруду плавают рыбы. Вот я решила показать вам беседку поближе. В ней летом в жару очень уютно, так как внутри сохраняется прохлада. И сейчас покажу ещё другие яблони. Вот на этой уже все яблоки собрали. Вот только там два осталось маленьких. Вот эти яблоки, я думаю, уже тоже можно собирать. То есть есть ранний урожай, есть такой поздний урожай. Сёмик, как только приехал, даже не заходя в дом, побежал гулять по территории. Поросёнок! Поросёнок, пойдём домой? Это значит нет. Мы приехали вчера вечером, у меня было три урока, и сегодня у меня будет четыре урока. В перерывах я буду делать транскрипции к своим видео и подкастам, а также смонтирую новый выпуск подкаста Russian Twist. Russian Twist — это подкаст, который мы ведём с Томом. У нас прошёл первый сезон, целый год мы записывали для вас выпуски. Если вы их ещё не слушали, обязательно заходите на The Russian Twist Podcast, и у нас будет в октябре небольшой перерыв, и потом мы вернёмся к вам с новым сезоном и новыми классными гостями. Ну что, друзья, настало время бани. Мы затопили баню. Сейчас уже почти 80 градусов. хочу показать вам. Сюда кидаем дрова, ждём, когда станет тепло. Сейчас загляну буквально на секунду. Вот. Камера сразу запотевает. Ну, в общем, запариваем веники и идём париться. А после бани нас ждут грибы с варёной картошкой. На улице сильный ветер, а мы с котиками в тёплой комнате. Спокойной ночи. Желла пошла гулять. На улице немного холодно. Скажи, всё такое интересное, да, Шеллочка? Голомитовая мука, да? Голомитовая мука. Куда ты пошла? Посмотрите, куда этот поросёнок залез. Посмотрите, куда этот поросёнок залез. Та же, где-то, да, надо. Та же, ты пертудар, надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok